МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр спорта Края представил нового директора футбольного клуба Енисей. Кто возглавит команду и какие задачи перед ней ставятся? Кто будет вывозить залу из частного сектора? Власти считают, что это обязанность регионального оператора. Рекоператор считает убытки и хочет отказаться. Столбисты в Таиланде. Столбист. Покажем кадры, которые обсуждает во всем мире. 70-летний красноярец за минуту покорил отвесную скалу. В Красноярске сняли режим неблагоприятных метеоусловий. Вредные частицы начали рассеиваться в атмосфере. Режим так называемого черного неба действовал в нашем городе с вечера вторника, 26 ноября. В течение этого времени Министерство экологии края усилило контроль за выбросами загрязняющих веществ от работы предприятий, чтобы ситуация не ухудшалась. В ведомстве составили список. Туда вошли 126 организаций. Они обязаны снижать выбросы, по крайней мере, пока режим НМУ действует. Отмечу в последний раз, черное небо нависало над Красноярском в феврале этого года. 31 декабря в России может стать выходным днем. Такую идею озвучили депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, работать в этот день бессмысленно. Все заняты подготовкой к главному празднованию. Этой темой сегодня занималась моя коллега Елизавета Курочкина. Прямо сейчас она в студии. Елиз, неужели все же больше будем отдыхать? Еще больше? Илья, правда, на первый взгляд все кажется именно так, но на деле не совсем. Это будет не дополнительный выходной, а замещенный. То есть общее число красных дней календаря не увеличится. Проще говоря, один из выходных сгорит, но вместо него отдохнуть можно будет в последний день года. Какой именно из выходных попадет под замещение, будет определять правительство. По мнению депутатов, которые предложили такую идею, работать в предновогодний день нецелесообразно. Многие люди, вместо того, чтобы заниматься рабочими делами, всячески готовятся к большому празднованию. Из-за чего общая эффективность такого рабочего дня сильно снижается, говорят парламентарии. Тем не менее, эксперты уже отмечают. Наоборот, странно выделять выходной. Ведь во многих местах этот день является рабочим лишь номинально. А работодатели и так отпускают своих подчиненных готовиться к празднику. Мы все понимаем и все сталкивались с такой ситуацией, когда 31 число, при этом нет уже многих людей на работе. Потому что во многих компаниях все-таки 31 число – это выходной день. И, соответственно, рабочие процессы решаться не могут. И, значит, это несмотря на то, что это рабочий день, он вроде как уже перестает быть рабочим. Поэтому тут, конечно, нужно смотреть еще и на виды бизнеса, потому что не все смогут 31 число сделать выходным. Но тут не секрет, что есть такие сферы и отрасли, которые не могут работать с выходными днями. Магазины, кафе, рестораны и так далее работают 31 декабря либо как обычно, либо по сокращенному формату. И даже если законодательно последний день в году сделают выходным, это схема. Устоявшаяся схема вряд ли изменится. Об этом нам рассказал директор ресторанного холдинга «Беленигрупп» Анатолий Ващенко. Ну, мы работаем. Дело в том, что всегда в этот день, потому что у нас очень много заявок от гостей, которые хотят к праздничному салу что-то от нас. Кто-то хочет прийти с семьей, встретиться или с теми людьми, с кем он не будет проводить Новый год, встретиться и попрощаться со Старым годом. Но мы в этот день, у нас тоже сокращенный график, и наши заведения принципиально не работают в ночь на 31, что очень практикуется во многих других заведениях наших коллег. И мы даем возможность нашим ребятам отпраздновать полноценно новогоднюю ночь в составе своих семей или друзей. Кстати, уже в этом году 31 декабря сделали выходным днем в Томской области. Вместо 31 жители отработают в субботу, 28 декабря. В целом, в сети мнения разделились. Кто-то пишет, что выходной нужен, но есть и те, кто считает, это незачем. Ведь большинство и так отдыхают 31 декабря. Или работают, например, до обеда. Отмечу, официально в 2020 году нас ждет 26 праздничных выходных дней. Будет ли среди них 31 декабря, пока утверждать рано все это, пока еще на стадии законопроекта. Примут ли его, и тем более, когда его примут, пока неизвестно. На этом у меня все. Илья, тебе слово. Спасибо большое. Это была Елизавета Курочковна. Говорили про возможность сделать 31 декабря выходным днем. И сегодня мы спрашиваем вас, а как вы считаете, нужно ли этот день сделать нерабочим? Если да, то за счет чего? Просто добавить еще один выходной к уже существующим длинным праздникам? Или все же перенести на последний день года один из выходных? Тима, предлагаем судить вместе с вами. Ваши звонки принимаем уже сейчас по номеру 265-45-00. Не забывайте писать нам в группе во Вконтакте, а также в любой из мессенджеров. Вайбер или ватсап по номеру 8-923-1-65-45-00. Новым директором футбольного клуба «Енисей» стал бывший главный тренер команды Алексей Ивахов. Нового руководителя сегодня представил министр спорта Края Павел Ростовцев. Ивахов сменил на посту Дениса Рубцова, который был директором клуба с 2016 года. Ивахов сам футболист. Играл за Красноярский «Металлург». После окончания карьеры стал тренировать игроков «Енисея». Пока о структурных изменениях Ивахов говорить не спешит, но отметил, особое внимание планирует уделять начинающим футболистам. Наша задача общая, чтобы мы действительно, имея те возможности, которые у нас есть, боролись для значимых мест для нашего города. При этом наша школа, что очень важно, наши воспитанники, имели возможность расти с этой командой. Писатели, ученые и актеры просят Владимира Путина не подписывать закон, который разрешает признавать любого человека иностранным агентом. Обращение опубликовано на сайте движения «За права человека». Под ним 59 подписей, в том числе музыканта Андрея Макаревича, писателя Дмитрия Быкова, Людмилы Улицкой, издателя Ирины Прохоровой, актрис Илья Хиджакова и других. Напомню, согласно закону, иностранным агентам могут признать любого человека, который распространяет информацию и получает деньги или иное имущество из заграничных источников. Один из авторов законопроекта – сенатор от Красноярского края. На днях его инициативу одобрили его коллеги из Совета Федерации. Теперь закон передан на подпись президенту, но многие правозащитники и общественники называют закон абсурдным и антиконституционным. По мнению экспертов, его можно применить, по сути, против любого человека, только за то, что он что-то пишет в интернете и при этом получает деньги из любого зарубежного источника. Тем временем в Москве задержан новый фигурант московского дела – 30-летний Сергей Суровцев. По информации ОВД-Инфо, молодого человека подозревают в применении насилия к представителю власти на одной из летних протестных акций. Что именно он делал – неясно. Напомню, после митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму арестовали тысячу человек, завели уголовные дела, семь фигурантов московского дела получили реальные сроки. Прямо сейчас о происшествиях. В Норильске двое подростков насмерть завели мужчину. По информации следователей, все произошло в квартире убитого. Подозреваемые двое парней, 15 и 16 лет, их уже задержали. По предварительной версии, вечером 25 ноября они в состоянии алкогольного опьянения. Незаконно проникли в квартиру к жителю Норильской и начали его избивать. 41-летний мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что погибший был знаком с нападавшими. Подростки признались содеянным. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Куда выбрасывать залу? С таким вопросом к нам в редакцию обратились десятки жителей частного сектора. Городские власти говорят людям, что выбрасывать залу нужно в мусорные баки. Компания, которая отвечает за вывоз мусора, уверяет, так делать нельзя и винит в мэрию в том, что она не организовала специальные места для утилизации залы. Пока бизнес и власть спорят, люди окончательно запутались. Анна Кузьмина расскажет, что же нужно делать залой и почему чиновники и рекоператор никак не могут договориться. Вот два бака, которые я наполняю за месяц. Золы. Примерно. Вот два ведра вот этих больших. Антон рассказывает, что на топку много угля не уходит. Все бюджетно. В своем доме он живет больше 10 лет и не понимает городских. Ведь теперь все зависит от него. Всегда можно сделать в доме теплее, вне зависимости от времени года. Однако вот что делать залой не понимает. Куда выбрасывать? Признается, часто копит залу, потом вызывает рециклинговую компанию и платит за это деньги. Но иногда, чтобы сэкономить, хитрит. Правда, бывает, иногда мошенничаю в плане, что бывает и вкопаешь где-то у себя. Ну, в плане в грядку где-то вот так, чтобы не будешь же копать яму, это глупость. Что рассказывают люди, я не понимаю. Кое-кого копают. Обычно либо едешь по дороге, смотришь, ну там аккуратно высыпали. И вот как раз аккуратно высыпать, а также закапывать нельзя. За это можно получить штраф от одной до четырех тысяч рублей. На официальном сайте мэрии говорится, выбрасывать залу можно в мусорные баки. Однако в рециклинговой компании уверяют, это неправда. Во-первых, от залы у них портятся машины. Во-вторых, горят баки. Поэтому, чтобы залу вывозить, нужны специальные контейнеры. Чтобы правильно собирать залу, необходимо обустройство контейнерных площадок. В частном секторе, на которых была бы предусмотрена отдельная емкость для залы. И эту залу необходимо транспортировать отдельным транспортом. Мы уже в этом году направляли в администрацию премьера Центрального района как минимум два письма с указанием по адресного перечня, там где у нас не смогли мусоровозы забирать контейнеры, потому что эти контейнеры горели. Эти специальные контейнеры, как уверяют в рециклинговой компании, должны поставить городские власти. А они, со слов «всё тоже» регоператора, этого не сделали. В мэрии на это отвечают. Они никакие контейнерные площадки сейчас обустраивать не должны. Такой порядок нигде не прописан. Только в следующем году чиновники смогут внести изменения в правила благоустройства. В 2020 году будут обустроены 90 площадок местных окоплений на территории частного сектора с размещением контейнерного оборудования. На этих площадках будет предусмотрено место для складирования зольных отходов в мешках. А до этого времени, как уверяют в мэрии, рециклинговой компании придётся вывозить холодную золу в отдельных пакетах, которые люди обязаны размещать возле своих мусорных баков. Анна Кузьмина, Владимир Антонов, Новости ТВК. Оставьте вход в заповедник столбы бесплатным. С такой просьбой к министру природных ресурсов и экологии из страны Дмитрию Кобылкину обратился губернатор края Александр Рус. В декабре заповедник получит статус национального парка. И кроме других изменений, статус предполагает введение платы за вход на территорию. Это требование федерации. Об изменении статуса столбов стало известно ещё в прошлом году. Вопрос о платном входе на территорию ставился неоднократно, но окончательного решения по этому поводу нет. И губернатору ничего пока не ответили. Остров Молоква готовят к застройке. Власти отказались от катка на Левобережной набережной, а Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях Чёрной пятницы. Рубрика «Новости коротко» прямо сейчас. Роспотребнадзор предостерёг россиян от необдуманных покупок в Чёрную пятницу. Прежде всего, в ведомстве советуют перед покупкой проверить цену на товар у конкурентов. По словам специалистов, нередки случаи, когда товар резко дорожает перед акцией, а потом его цена якобы снижается. Нужно с осторожностью относиться и к очень низким ценам. Высоковероятность того, что товар контрафактный или фальсифицированный. Напомню, термин «Чёрная пятница» появился в 60-х годах в США для обозначения сезона праздничных покупок перед Рождеством. Позднее распродажи обрели популярность по всему миру. А власти Красноярска решили отказаться от катка на набережной. Прежде два года подряд каток площадью 3000 квадратных метров работал на верхнем ярусе Левобережной набережной и каждый раз открывался перед Новым годом. В этом году в «Красспорте» решили, что он будет лишним. Катки зальют на театральной площади и в Центральном парке. А на набережной будет работать только визит-центр. В ближайшее время для острова Молокова подготовят новый проект развития. На острове собираются разместить музей истории освоения Севера. Кроме главного здания музея площадью 4000 квадратных метров, где появится основная экспозиция, частью музея станет прилегающая территория. Там планируют создать парк музейных объектов под открытым небом. Таким образом, общая площадь участка составит 12000 квадратных метров. Сам музей станет частью нового общественного пространства парка активного отдыха «Сибирский характер». От хакасских национальных костюмов до революционных способов добычи угля от студентов Тувы сегодня в Красноярске стартовал межрегиональный молодежный форум «Инновация». Учащихся трех крупных вузов принял у себя Сибирский федеральный университет. Что это было за событие, расскажем прямо сейчас. Студенты Стувинского государственного университета делятся с коллегой из Хакассии идеей, как сделать добычу угля в Сибири безопаснее и более продуктивной. Именно в таких встречах заключается главный смысл межрегионального форума инноваций, стартовавшего в СФУ. Ребятам вот такие мероприятия очень нравятся. Это возможность пообщаться со своими сверстниками из других вузов. Это возможность увидеть для себя новые перспективы. Наши ребята, наши студенты сказали, если куда-то выбирать магистратуры, наверное, выберем Сибирский федеральный университет. Этот форум в прошлом году уже позволил наметить совместные проекты трех вузов, которые бы объединяли Несельскую Сибирь в научном направлении. Ну а сегодня это продолжение, это новые проекты, а значит новые возможности. На форуме студенты представляют свои разработки практически во всех научных дисциплинах, от естественных до гуманитарных. Вот, например, детские развивающие игры, аудиопомощник для обучения тувинскому языку, здоровое сибирское протеиновое питание, эксклюзивная выплавка из латуни серии монет Красноярской универсиады. Студенты активно ходят друг к другу знакомиться, хвастаться и предлагать дружить университетскими семьями. Попытка и желание наладить сетевое взаимодействие, контакт именно на уровне молодежных участников, коллективов творческих, которые здесь встречаются, презентуя себя и находя возможные способы такого сотрудничества. В рамках форума студентов ждут перекрестные мастер-классы и встречи с экспертами. И конкуренция в науке тоже важная вещь. По итогам форума эксперты выберут лучшие проекты и наградят команды молодых новаторов. Это новость от ВК. Мы продолжаем эксклюзивные документальные фильмы, лекции и встречи с итальянской путешественницей. В Красноярске проходит уже третий кинофестиваль путешествия по России. В программе редкие киноленты. Красноярцы увидят впервые. А сегодня в город специально на фестиваль приехала антрополог, археолог и кинодокументалист Стефания Дзини. Подробности в репортаже далее. У нас, знаете, у нас здесь хранится более 4000 наименований фильмов. Причем эти фильмы, естественно, как вы поняли, они на пленочке. Да, да, да. Вот, самое настоящее кино. Кино, к которому можно прикоснуться буквально. Этот фильмофонд – сокровищница для киноманов и для тех, кто не знает технологию кинопроката. На что раньше снимали, как нужно правильно проверять кинопленку, сегодня рассказали и показали Стефании Дзини. 20 лет назад она переехала в Москву из Милана. Говорит, русскую культуру и историю полюбила еще в университете, когда начала изучать язык. И с тех пор Россия стала мечтой. А после – и второй родиной. Я попробовала, и мне так понравилось, что потом просто стал язык и литература специальности. И, в общем-то, так все и так началось. Стала ездить сюда, сначала, чтобы язык усовершенствовать, потом нашла какие-то разные виды работы. Ну и так и осталось. Скорее всего, мне просто понравилось то, что жизнь тут тогда сильно отличалась от жизни в Италии. И вот на основании контраста всегда нравится то, что далекое, что не свое, что неизвестно, что неизведанное. Стефания объездила уже почти всю страну, но, говорит, белых пятен на карте еще много. И до сегодняшнего дня Красноярск был одним из них. Стефания приехала специально на фестиваль «Путешествия по России», чтобы рассказать горожанам о своих экспедициях. В нашем городе фестиваль проходит каждый год на базе учреждения культуры «Енисея кино». Организаторы рассказывают, важно приучать зрителя к немассовому элитарному кино. На каждый фестиваль привозят фильмы определенной тематики. И вот год назад было там столетие заповедной системы и показывали как раз фильмы заповедников. У нас огромное количество заповедников национальных парков. И в них снимаются фильмы, которые мало кто видит. И это была очень благодатная тема. И сейчас одна из любимых тем – это русская Арктика и Антарктика. Фестиваль продлится до 30 ноября, так что вы еще можете успеть увидеть редкие документальные фильмы, которые просто так в интернете найти будет сложно. Подробную программу смотрите на сайте «Енисея кино» и в группах в социальных сетях. Елизавета Курочкина, Евгений Иванов, Новости ТВК. Красноярский столбист покорил тайскую отвесную скалу и социальные сети. Для того, чтобы взобраться на несколько десятков метров, ему понадобилось всего одна минута. Смотревшись на эту красоту, на эти чудеса, которые показывает Андрей Андроныч, я решила, что отпуск здесь самый лучший. И я буду приезжать только к мистеру Андрею Андронычу. Чтобы любоваться, как он лазит, как он ходит по тросу. Чтобы любоваться вместе с ним закатами, ездить на акул смотреть. И все. Вот все. 70-летний Андрей Дедух по прозвищу Дед Андроныч зимой живет в Таиланде, где зарабатывает на жизнь. Он впечатляет тайцев тем, как ходит по канату и взбирается на скалы, часто без страховки. Скалолаз прославился еще в 2017 году, когда в Таиланде подошел познакомиться с путешественницей Баба Леной. Он поразил пенсионерку подъемом на скалу без страховки. Чем жил Красноярский край на протяжении 85 лет? Сегодня показали в Краевом архиве документы, которые рассказывают о Краевой истории. Буквально со дня основания, афиши, брошюры и открытки. Все это собрали перед знаменательной датой. Так в архиве готовятся к юбилею Края. Подробности в репортаже прямо сейчас. Вот у нас есть такое дело, в котором практически полностью собраны все документы по плану празднования Красноярского края. Вот вся эта папочка – это план празднования. 50-летний юбилей Красноярского края был большим праздником. К 7 декабря 1984 года города-края украсили монументами и растяжками с лозунгами. На всех крупных предприятиях повесили плакаты, провели праздничные концерты. План празднования этой даты сегодня показали красноярские архивисты. В архиве хранятся документы, газеты, открытки и брошюры, которые рассказывают о Краевой истории со дня основания. Выпуск газеты «Красноярский рабочий» от 14 декабря 1934 года – «Ровесник края». Небольшая заметка о том, что восточно-сибирский край теперь развит на множество разных областей. Многие красноярцы именно так и узнали эту новость. Советские власти старались сделать территорию удобной для управления, поэтому несколько раз меняли административное отделение Сибири. В 1925 году был образован Сибирский край, в который вошла в состав Всезападной и Восточной Сибири. Просуществовал он до 1930 года. В 1930 году постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета было принято постановление о его разделении на западно-восточные и западно-сибирские края. Красноярский край относится к новому региону, центр которого был в Сибири и вошел в состав огромного восточно-сибирского края. 7 декабря 1934 года Красноярский край наконец стал отдельным субъектом. Его состав практически такой же, как у Енисейской губернии. Газеты пишут в основном о достижениях советских тружеников. Их было немало. Особое значение для страны край приобрел в военное время, когда сюда перенесли стратегически важные заводы. На территории Красноярского края была создана новая промышленная база страны. Сюда были эвакуированы многие важные для фронтозаводы. Многие из этих заводов, они остались после войны на территории Красноярского края. Стали первенцами красноярской индустрии. В частности, на базе эвакуированных из Ленинграда радиотехнических заводов и научно-исследовательского института был создан после войны Красноярский радиотехнический завод. Юбилеи края всегда отмечались как большой праздник. И 85-летие не станет исключением. 6 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ирыгина юбилей края отметят праздничным концертом. В нем примут участие артисты с разных городов и районов края. Увидеть прямую трансляцию можно на портале Культура24. 6 декабря в 16 часов. Мария Маковозова, Сергей Малафеев, Новости ТВК. А прямо сейчас традиционная для четверга рубрика «Вопросы ЖКХ». Эксперт Наталья Балабина уже в студии. Татьяна Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. И первый вопрос от наших зрителей. Могут ли мусорные баки стоять около подъезда? Есть ли какое-то минимальное расстояние? Давайте для начала разберемся. Все многоквартирные дома делятся на две категории. Дома с мусоропроводами и дома без мусоропроводов. Те дома, в которых есть мусоропроводы, соответственно, баки закатываются и всегда стоят в доме, да? Там, где мусорный контейнер должен стоять. И на время, когда их нужно выгрузить и увезти, они выкатываются возле дома и стоят до момента их выгрузки. Если речь идет о домах без мусоропроводов, и там для них существуют мусорные стоянки, то для них существуют санитарные нормы и правила. Мусорная стоянка должна располагаться от многоквартирных домов, от детских площадок не менее чем 20 метров и не более чем 100 метров. И количество контейнеров не должно превышать 5 штук. Если у вас ваш многоквартирный дом перешел на прямые договоры, то сибирская генерирующая компания уже объявила об этом, что они действительно пришлют две квитанции. Одну в начале первого числа, да, за предыдущий месяц, за ноябрь, и вторую в конце декабря, эта квитанция будет за декабрь. Если у вас дом не перешел на прямые договоры, то здесь управляющая компания решает сама. Например, крупная компания, как ЖСК, да, действительно тоже будет выставлять две квитанции. Другие компании, каждая решает сама, либо они за декабрь вам принесут уже в январе квитанцию. Что касается оплаты. Оплата остается так же, как по закону. Итак, пример. Вы получили 1 декабря квитанцию за ноябрь. По договору управления у вас дается 10 дней на оплату. И далее вступает в жилищный кодекс, в котором говорится, что вам дается еще 30 дней на оплату, и только с 31 дня начинает начисляться пени. То есть вам дается на оплату еще до 10 января, и с 11 января только начнет начисляться пени. Это что касается ноября. В декабрь, смотрим, вы получили 28, допустим, декабря квитанцию. Некоторые жители хотят войти в Новый год без долгов, они идут и оплачивают. Другие жители, опять же, у них 10 дней есть на оплату, плюс 30 дней, и уже только в феврале у них начнется начисляться пени. Поэтому здесь ничего страшного нет. Все по закону. Спасибо большое, это была Наталья Балабина. Я напомню, что свои вопросы вы можете задавать по номеру 265-45-00, а также пишите в вайбере в WhatsApp по номеру 8923-165-45-00. Следующие ответы уже на следующей неделе. В том числе расскажем, будет ли в этом году акция, когда освободят от пени, если заплатить все долги. Как вы обещали, сегодня обсуждаем с вами, как вы считаете, нужно ли 31 декабря сделать нерабочим днем? С такой инициативой выступила группа депутатов Государственной Думы, которые предлагают 31 декабря сделать выходным, а один рабочий день в предыдущие выходные сделать рабочим. А как считаете вы, за счет чего необходимо 31 декабря сделать выходным? Просто добавить еще один выходной к существующим праздникам или перенести на последний день года? Тему обсуждаем прямо сейчас. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем ваше мнение. Я зовут Светлана Николаевна. Я вот не вижу смысла делать выходных днем 31 января, потому что люди и так половина не работают. И таких вот работодателей отпускают пораньше своих сотрудников. Вообще до 31 декабря люди уже все заготовки сделают. Так что я вот работала на заводе, помню, молодые были. Во вторую смену работали. Это с 3 до 11 вечера. Так нас сейчас раньше отпускали в 10 часов. Мы бегом бежали домой. Успевали к 12. Кто-то там с утра работал из девчонок в общежитии. Они уже занимались приготовлением стола. Мы только уже прибегали и садились сразу за стол с работы. Хорошие подружки были. Я ничего не вижу без первого делать выходным днем. Спасибо, Светлана Николаевна. Спасибо за ваш звонок. Есть еще один добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, как вы относитесь, чтобы 31 декабря сделать выходным? Я поддерживаю это предложение, что 31 декабря, в общем-то, у всех настроение уже праздничное. И они все уже домашними делами мечтают заняться. Поэтому я поддерживаю. Но у меня еще одно предложение. Декабрь декабрем. А вот есть родительский день, когда все идут на погост. Вот этот день нужно обязательно сделать выходным. Я не знаю, почему церковь до сих пор не вышла с таким предложением. Мы ходим на погост, чтобы к родителям отдаем дань свою. Вот у меня такое предложение еще. Скажите, пожалуйста, еще уточняющий вопрос. Там же предлагают 31 сделать выходной, но один дополнительный день работать. А вот вы за это или просто дополнительный выходной в долгой череде праздников? Нет, можно убрать. Все равно новогодние праздники длинные. Можно с новогодних праздников один день убрать. А 31 сделать выходным. Спасибо большое за ваш звонок. Напомню, наш телефон 265-45-00. Сейчас коротко к вашим смс-сообщениям и сообщениям в группе ВКонтакте. Мнение. Можно официально сделать замену 31 декабря на субботу, которая предшествует. 31 декабря, как сделали в Томской области. В конце года у многих горячее время и работают неофициально в субботу. Есть такое мнение. Есть еще предложение перенести 31 декабря также на ближайшую субботу. Это очень удобно. А предприятия с непрерывным графиком и так будут работать. Да, например, новости ТВК всегда работают. И 31 декабря редко кто отдыхает. Еще одно сообщение. Считаю, 31 декабря нужно сделать дополнительный выходной. Ничего страшного не произойдет, если люди отдохнут лишний денек. Это получается 9 или 10 дней непрерывных выходных в январе. И у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Я, в принципе, согласен с той женщиной, которая недавно только выступала, что 31 декабря можно сделать выходным, а остальные новогодние праздники, ну, грубо говоря, 3-4 дня можно вообще отменить. То есть сделать, как в советские времена, там 1-2 отдыхали, там 3-4 уже можно идти на работу. А остальные, они просто не нужны, эти выходные. Вот это вот мое такое мнение. Спасибо вам большое за ваше мнение. Я вам помню, что мы сегодня слышим разные мнения. Кто-то предлагает сделать дополнительный выходной, кто-то предлагает перенести, сделать рабочим днем предыдущую субботу, а 31 декабря сделать выходным днем. Вот Александр сейчас звонил. Он тоже предлагает 31 сделать выходным, но праздники сократить, чтобы 4-го числа уже на работу. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел улучшить сомнение. Вот многолетняя практика показывает, что 31 декабря все равно никто не работает фактически. На предприятиях в основном все друг друга просто поздравляют и все торопятся домой. Работодатели пытаются все равно отпустить раньше. Какой смысл вообще выходить 31 числа? Если я просто на его добавить, все как еще один день. Но понимаете, в чем риск? Тогда 30 декабря все будут поздравлять друг друга с праздниками и будут проситься раньше с работы или нет? Ну, если реально сказать, взять статистику, то есть закрытие экономических периодов, то есть когда банковские операции закрываются, это у нас вообще 20-го числа. Что 20-го перестать работать? Все равно 30-е будут работать. А вот 31-е никто не работает. Спасибо большое за ваше мнение. Напомню, что сегодня вместе с вами обсуждали инициативу, которую подняли депутаты Госдумы, которые предлагают 31 декабря сделать выходным, а предыдущую субботу сделать рабочим днем. Такой опыт в других регионах уже существует. В Томской области такое решение принято региональными властями и такие полномочия у них тоже есть. Что из этого всего получится? И успеем ли мы 31 декабря отдохнуть или в этом году будем еще работать? Узнаем, увидим и обязательно с вами обсудим.